друзья здравствуйте мы находимся в португалии это пригород лиссабона и сейчас мы предлагаем вам бешеную экскурсию почему потому что здесь нету к сожалению гида на нашем языке и мы вам предлагаем эмоциональную экскурсию поможет не в этом известный украинский блогер которого алексей диркач не напомню что я владимир волошин я из латвии он с украины и у нас принципиально разные эмоции и мы просто будем делиться эмоциями значит сколько стоил вход сюда слушай я даже не посчитал 5 евро по моему можно представить чтобы в дворец можно было попасть за 5 евро даже по украинским меркам это бесплатно на самом деле надо вооружиться хорошими кроссовками хорошим рюкзачком таким как обладаю я и хорошим собеседником пошли будем просто делиться бешеными эмоциями значит когда мы входим сюда смотри что мы должны знать 1 королевские цвета белый бордовый и синий если эти цвета присутствуют голубой ну нет он синий он просто выцвел уже этом там увидим его если они присутствуют это однозначно принадлежит королевской династии и все что здесь находится будь сказочные по-королевски круто пошли посмотрим нет на самом деле большинство большинства короче музей когда входишь рюкзак должен быть на спине это для того чтобы охранники видели твои руки и вели твой рюкзак потому что здесь очень много оригинальных вещей и очень часто люди засовывают но смотри по моей логике мне легче что-то взять и засунуть в рюкзак именно в такой позиции слушай может быть это для того чтобы не зацепить ничего не видишь и сзади все-таки у тебя блин как хорошо взять с собой украинского блогера в дорогу хорошая несмышленная хорошая версия да и смотрите что здесь интересно здесь есть кирпич это стандартный кирпич 20 на 15 то есть все старинные здания были выложены кирпичами почему потому что это одновременно является и гидроизоляции и это огромный природный кондиционер то есть в помещении лишь есть регулятор влаги и он создается а благодаря кирпичу даже вот сейчас мы находимся на улице висок очень так жарко здесь прохлада но с тобой согласен они где-то спрятали нет нет на самом деле здесь природный кондиционер и выглядит это вуал по круто круто реально все хорош значит что здесь интересно здесь большое количество сусального золота и эти люстры они предположительно были для того чтобы на них были свечи даже если их нету свечей была лампочка эдисона согласен и получается что огромное количество фацетов огромное количество зеркальной техники и получается что через эти небольшие немного значительные двери сюда попадало какое-то количество света и это все придавало вот этому стилю ну волшебство потому что лучики света они бегали лампочки эдисона не погорели здесь и это выглядело все нереально и здесь разумеется стояла рояль играла музыка а это в основной двор был выход конечно же гости выходили на фуршет на петарды салюты правда же скорее всего там еще стоял какой-то привратник наверное открывал эти большущие двери потому что расхолаживание чтобы не было помещения чтобы теплый воздух не врывался в это помещение и гости чувствовали себя комфортно особенно при большом количестве людей но заметь двери они гораздо ниже потолки гораздо выше то есть я думаю что теплый воздух мог уходить куда-то вот в ту купольную зону и чтобы здесь вот этот природный кондиционер вот именно этот кирпич он мог как-то удерживать ну комфорт зону комфорта какую лично поэтому я больше чем уверен что наши предки ну ладно предки португальцев не наши они действительно здесь продумали проработали все предки разрушали чем больше чем строить не согласен это уже последний эмоционально очень приятное место до проследуем следующий зал разумеется и у наших монархов вот конкретно у ваших украинских и у португальских у них были одни и те же заходите это именно часовня для монарха где он мог своей семьей либо лично помолиться богу и чтобы ему было но сейчас это делать функцию магнитофон а в то время здесь стоял орган который сейчас разобран и реставрируется и их не монарх мог послушать здесь магнитофон виде органа и спокойной обстановке помолиться примерно как ваш янукович в межигорье да уже такая же как его получится вашего петр алексеевич то что у вас есть уже давно не камильфо это примерно 450 лет назад придумал филипп 1 да это гораздо современнее поверьте мне разница есть в том что эти люди честно заработали да но только ты говоришь не громко еще раз может видишь это плохо слушай мы не в украине тебе нечего бояться и говоришь вот только разница между ихними монархиями и нашими современными например петр алексеевич это эти люди честно заработали и построили себя вот такую красоту а наши украли ну конечно же под видом того что что то сегодня зарабатывает но виши их не монархия от бога ваша от лукава вот видишь тоже есть такой машина тебе он скажет что на конфетах заработал да бог с ним видите как важно взять украинцев дорогу когда отправляешься в такое путешествие правду знаем ну и заодно поведаете нам одно а если честно как вот что-то похожее есть в киеве слушай вот если в киеве конкретно взять похожих мест очень мало очень много похожих вещей есть в львове западная часть украины 2 она больше принадлежала скорее всего ну там делили на постоянную территорию по поляне австрияки то есть и вот они как бы перед нас ожидали это все а потом каким чудным образом все остался тогда небольшой нонс следующий наше путешествие будет во львов скорее всего мы пригласим поедем вовсю приглашаем тебя все забили у тебя очень хорошее послушаем мы будем тогда сравнивать то что здесь натворили португальцы это что ваша ли у нас нас на саливича не много такой красоты но разница вот как я сейчас вижу да то что у нас это все не отреставрировано еще и очень много нужно вложений поэтому я думаю что это все еще впереди вот во львове очень много таких подожди подожди украинцы не без впечатления уедут из португалию ты что впечатление мы уже получили наверное на год вперед ладно проследуем следующий зал величка значит сейчас мы находимся в детской комнате смотрите какая шикарная колыбелька она кстати в каком-то таком интересном египетском стиле мне кажется да ну скорее всего нормальная такая секреточка то здесь свечка открыл ее стопарик налил об и хорошо заснул ликер очка даже ничего не ну вот вполне возможно что вот если что это же местная микроволновка если что на свечке подогрел да он примерно так пока ребеночек спит соточку пропустил но заснул и тебе пора балдахинчик такой интересный для того чтобы клопы не падали сверху до цель балдахина была раньше такая то есть ты эту шторку отодвигаешь ты спокойно спишь и клопы из потолка падают на балдахин и сползают или какое-то время муж спокойно выспаться от клопов то ну никак не убежать таких местах вот теперь посмотри сюда она вся у нас в чем в той же самой плесени то есть видишь еще из древности это подушечка прокладывается сюда и весь конденсат который стекал собирала эта подушка интересно вот это такая как бы национальная традиция грубо говоря делать плохие оконные системы и комбинетировать их хорошими подушками в современном мире я думаю что хорошие кстати решение традиция традиция вот старая знаю чувствуется что подружку придел привез но видишь мы до этого говорили про что про то что они консерваторы с не такой стул обратите внимание но это действительно я не знаю это вынос мозга согласись да что интересно вот мне мой коллега подсказывает что у него сеточка именно такая потому что людям жарко это своеобразная вентиляция то есть когда ты здесь сидишь ты известную точку вентилируешь да но это мы пришли к такому мнению может быть мы не правы поэтому очень важная штука вентиляция здесь и очень важно подушки под каждым окном для сбора избыточного конденсата это хорошо но в нашем случае вот если вспомню даже как наши бабушки это делали ножки это было соль между окнами и собирала в себя почему португальцы хороший вопрос почему португальцы не применяют соль может кто-то знает напишите в комментариях есть какое-то на что стоит обратить внимание это на посуду это истинно королевская посуда обрати внимание внутри все в сусальном золоте ты увидишь то есть я просто ну есть кстати герб символика королевская это количество оригинальной посуды присомолируешь каком состоянии она сохранилась это не реплика это оригиналы ощущение что у них золото было как во времена царя соломона много но все в золо королевский считался золотой красный и синий ну то же самое жулежу это же королевские цвета не каждый же мог себе позволить такую посуду поэтому золотые элементы конечно же здесь есть сейчас пробежим самом деле и посмотрим на посуду дешевое решение потому что ты лично говорил в каком-то из музеев есть плитка за квадратный метр 20 до на сегодняшний да да но это именно сохранности именно кому нам принадлежала я здесь плитка и образцы которые 420 450 лет еще и времен и династии индийских семей мы пробежимся посмотрим на посуду фарфор да наверное китайцы есть тут но в те времена конечно же китайский фарфор он всегда был the best и в королевских династиях чтобы не было китайских вас причем вас когда гамма марка пола колумб на сегодняшний день вот китайский звучит как-то да у них это действительно да кстати говоря китайской продукции китайская продукция очень качественные стоит по 400 лет 400 лет это просто не то что сегодня мы привозим с китая далеко не но меняем ваши стереотипы и двигаемся дальше алексеич смотри внимательно вот это есть традиционная португальская живопись и чем она отличается она всегда была на черном фоне то есть масло исполнение техника черный фон то есть если посмотрим вот на ту сторону на ту они все на черном фоне это то что отличает португальскую живопись от любой другой так сейчас мы находимся в шикарном помещении и здесь все сделано за жюляжу знаешь какой прикол этой плитки если суда соберется большое количество людей жаркое время и мы будем дышать то каждый из нас будет мини кондиционером и наша влага остаточной она пойдет по стенам и превратится неминуемых плесень поэтому португалы всегда выходили таким образом что они стали а жюляжу внутри и а жюляжу снаружи но делалось это не везде это делалось там где было массовое скопление людей церкви дворцы храмы общественное здание в общественных зданиях португалии везде вы увидите отделку плиткой как внутри так и снаружи что самое интересное мы называем а жюляжу техника жюляжу но это неправильно а жюляжу в переводе с португальского плитка правильно называть изразцовая плитка что здесь интересно у ледового баварского был вот такой символ этот символ обозначает солнце и ледовый баварский и также его отец они как бы пользовались этим символом и символ всевласти королей португалии был символ солнца всегда себя монарх олицетворял солнцем монарх оставался солнцем и закатывался солнцем то есть если монарх проснется например в такой замечательной комнате значит и государство от этого будет хорошо знаешь как народ любил своих монархов что дали то свитворял их солнцем вот кстати здесь очень скромно очень скромная такая комната для бдсм наверное что это другое но комната для бдсм это там где всякие эротические фантазии корабли ну королей применяли я думаю вот эта штука колотушка по одному месту а это что такое а это комната для маленького монарха а там большой может быть это просто банально утка что да это просто ночной горшок ну бой 4 маленького ребенка да это большого ребенка смотри какой большой ну вот как хорошо ходить по экскурсии без гида представляете какое поле для фантазий осторожно на что стоит обратить здесь внимание смотрите как интересны как с любовью они относятся к реставрации вот смотри здесь идет реставрационный процесс и они просто внутри огородили и мы можем видеть как наши коллеги реставрируют определенное помещение причем здесь есть плотеры которые показывают какой потолок здесь был и мы идем внутри коридора и видим реальные реставрационные процессы представляешь как интересно не закрыто помещение туристов обыграно вот так вот креативно ведь хорошая идея да да очень просто просматривать все это значит многие вещи видео даже они оригинально выглядят они есть оригинальные сейчас мы сейчас видим разрез смотрите как у них лежит электрика у них электрика лежит в таких трубах у них реальная толщина стены мы видим что на 80 а то и метр до примерно и это просто деревянные панели внутри которых идет вентиляция поэтому они сохранены неплохо видишь идет процесс реставрации а вот за что я в чем я не согласен с португалами смотрите у нас здесь оригинальный паркет и здесь не постелена никакая там красная дорожка и мы фактически достояние португалии убиваем но здесь такое количество этих интерьеров настолько много что они просто разбрасываются ими и они мне кажется ну не ценят свое достояние дюймовая доска про шпаклёв она лишь что это за деревянная шпаклевка которая достояла в таком хорошем состоянии и по ней конечно же уникальная роспись да это видим секретарь и кабинет в котором монарх применимал гостей деловых гостей по делам конечно же да ну это такая своеобразная почивальна конечно же все в серебре исполнение вот эта штука очень прикольная десертница видишь то можно было раскидывать кучу разных десертов и оттуда аккуратненько снимать и кушать их да прикольно а какой кессонов потолок обратите внимание на свод потолка да очень жикарная и эти двери которые спрятаны как будто бы оттуда могла выходить прислуга и соответственно подтаскивать десерты на опочивальню большим гостям верно и изображена семья детки на как они вот все отдыхают но это до летний вариант где они там отдыхали это понятно но потолок это вынос мозга согласись на ну что святая святых входим в спальню там где монархи после того как вкусно покушали могли проводить время что интересно она круглая в наше время ну что же это спальня еще известно тем что педро морта монарх он именно в этой спальне и скончался то есть он был болен и здесь он провел свои последние часы вот такая вот прискорбная новость ну не самое худшее место чтобы умереть совсем далеко не сама эркер и все такое здесь балкончик мне можно было покурить подышать перед ценам да и абсолютно круглая ну спальня и балдахинчик балдахинчик это не какая-то фишка а это всегда функционал от клопов в таком огромном замке бороться с клопами и блохами это последнее дело поэтому ты закрывался эту часть могли вычистить от клопов потому что ее не очень много и ты закрывался и какое-то время мог спать без клопов то есть монархи не могли решить проблему с блохами с клопами это всегда был бич в их них апартаментах тоже друзья вот и пробежались мы по этому замку впечатление как что он какие впечатления оставляют хочется сюда вернуться еще раз но мы сюда и вернемся еще раз ну что ж а теперь я покажу тебя саду мне просто ты знаешь вот находясь в здании да видно люди любили простор вот у нас как-то все знаешь все построено было вот маленькие окна маленькие двери как-то пытались зажать какие-то рамки да здесь на бороться вот как-то открыто большие проемы большие комнаты высокие потолки ну понятно что наши паны жили тоже похоже очень похоже я думаю знаешь чем это связано это связано с обилием солнца здесь просто все способствует к тому а у нас больше пасмурных дней и нам надо больше защищаться от внешних признаков дождь ветер таких вещей здесь просто климат к этому обязывает не потому что кто-то хуже или лучше пошли я покажу тебе сад прогулялся посмотрел на сад подышался вообще купальня какая-то бассейн тоже вокруг всего дворца есть вот такой необычный ров и он нужен для свежения если мы вокруг дворца сделаем вот такой ров пустим по нему воды а здесь видно количество плитки соответственно водой он свое время в дождливой наполнялся ну серьезно то у нас будет вот этот бриз который будет освежать вот это вот здание согласись хорошая идея ну что сад скорее находится на реставрации он не в идеальной такой своей пропорции потому что конечно же португалы они под версаль копируют его на самом деле и здесь видимо что здесь работаете работать но здесь глобальные реставрационные работы сейчас кинуты на дворец и насколько я знаю эту технологию как правило лет 10-20 идет реставрация архитектурной части и потом уже средства кидаются на парковую зону здесь до этого еще далеко да ну то есть как падение капельки в воду от капли лучи расходятся но тем не менее здесь такая готическое содержание то есть видно что это мрамор на смотри в каком он состоянии белый мрамор и он уже такой черный замызганы но это ближе к оригинальности то есть в любом случае в более богатых странах оригинальные вещи ставят по стеклу а сюда стоит реплику а здесь ты можешь себе представить я могу трогать эти вещи и в португалии большая проблема с тем что туристы лезут селфи цена эти вещи они падают роняются это большая проблема но еще раз говорю в португалия эта страна где большое количество оригинальных артефактов и они не дорожат к сожалению этими вещами но что какие эмоции что что чувствует человек который первый раз оказался в этом замечательном месте чувствуется до спокойствии удовлетворение внешней средой так богатость не напыщена разве здесь нет роскоши не здесь роскош но она вот воспринимается так легко и так знаешь как разного всего безобразного куча побольше его много на самом деле все и красоты вот и вроде бы как все воспринимается просто не грузится ну то здесь есть ощущение комфорта ощущение кайфа такого да ну что ребят рекомендуем посетить это интересное место до путешествуйте побольше и подальше ребята ну что же путешествуйте подольше и подальше с вами был владимир волошин и до скорых встреч спасибо воду за искусить до скорых а Продолжение следует...